Фальшивые доллары все реже появляются в кошельках рязанцев. Об этом говорит статистика. При этом уменьшилось и количество подделок российских купюр номиналом в 5 и 1 тысяч рублей. Именно крупные банкноты мошенники подделывают чаще всего. За 2017 год в регионе выявили 283 подделки. В 2016 на 100 с лишним случаев больше – 378. У фальшивого манечества наказание одинаковое вне зависимости от купюры. Ну а легче сделать одну бумажку и заработать на этом. В Рязанской области была немножко другая у нас информация. Больше подделывали тысячные. Сейчас по нашей статистике мы выровнялись по России. Если там можно это что-то сравнивать такое. Теперь пятитысячных больше. При этом отличить поддельную банкноту от настоящей не так просто. Наличие на купюре водяных знаков еще не является показателем ее подлинности. Современную подделку нельзя отличить по качеству бумаги, несоответствию цвета, наличию защитных волокон и качеству перфорации. Полностью защитить себя от подделки возможно только при проверке всех поступающих купюр в современных детекторах под инфракрасным светом. В прошлом году Банк России выпустил в обращение новую банкноту номинал 200 и 2000 рублей. При выполнении этих банкнот только по центру выпускнаты было использовано 15. Поэтому, как мы видим, Банк России таким образом максимально соединяет фальшиво-монечество. В прошлом году к ответственности за фальшиво-монечество было привлечено 9 лиц. Теперь им грозит лишение свободы до 9 лет и крупный штраф до 1 миллиона рублей. Для Рязани характерен так называемый транзитный характер фальшиво-монечество. То есть фактов изготовления в последние годы у нас не имеет места быть. Купюры в основном приобретаются в соседних субъектах, более крупных это в первую очередь Москва, Кавказский регион. В последующем, учитывая, что у нас южное направление, в основном лицами, так называемыми выходцами Средней Азии, Кавказцами в первую очередь. Полицейские рекомендуют в случае обнаружения фальшивых денег не пытаться их сбыть. Это будет рассматриваться как умышленное преступление. Правильнее будет позвонить в полицию и переходить на безналичный расчет.